В эфире вновь программа «Квадратный метр» и я, ведущий, Владимир Сергея Яков. Здравствуйте! В этой программе. Доступная среда. Кто и как должен устанавливать оборудование для маломобильных граждан. История успеха. Секретами делится ТОС Сабанеева-13. Противостояние года. Жители улицы Можайской борются за удобную дорогу. А теперь обо всем подробнее. Доступная среда. С этой фразой скрываются судьбы сотен людей, качество жизни которых зависит порой от установленного пандуса или лифта с функцией погрузки. Но бывает, что в доме оборудование для маломобильных граждан установлено, но не работает. А управляющая компания никаких мер не принимает. О том, как сделать дома доступными для всех, расскажем прямо сейчас. Пытались воспользоваться пандусом. Передние колеса в принципе у любых колясок проходят, но колея не позволяет задним колесам. То есть оно прям впритык. То есть пользоваться этим невозможно. Жители дома номер 18 по улице Можевеловая пользоваться пандусом практически не могут. Не позволяет угол наклона и расстояние между рельсами. Недавно столкнулись с проблемой ненадлежащего оборудования входа в жилой дом для лиц с ограниченными возможностями. Ну, конкретно у нас возникла ситуация с доступом инвалида-колясочника в дом. То есть пандус, который оборудован застройщиком и находится на крыльце, он не приспособен для пользования коляской и пользоваться им невозможно. Но только благодаря неравнодушным жильцам и помощи одного из сотрудников управляющей компании мы смогли человека, скажем так, поднять в дом. Помимо проблемы с пандусом есть еще одна – неработающий погрузочный лифт. За три года, которые прошли с момента постройки дома, он почти не работал. А ведь такой лифт необходим не только для людей с ограниченными возможностями здоровья, но и для пожилых жильцов и женщин с детьми. Ну вот лифт для маломобильных граждан, который застройщик установил с момента сдачи дома. Я не помню, чтобы он вообще работал этот лифт. Приехали, посмотрели, закрыли, и вот все так и продолжается. Не собрали ничего. Вот это вот все в таком открытом состоянии. Все механизмы, платы, все. Понятно, что вроде как вода туда никакая не попадает, но это ненормально, чтобы она в таком открытом состоянии оставалась. В любом случае, что пыль какая-то попадает. В ответ на обращение жильцов управляющая компания сослалась на ошибки застройщика при проектировке. После проведения собраний с предыдущим и нынешним руководством управляющей компании никаких изменений так и не произошло. Что делать, если управляющая компания не решает проблему, а винит во всем застройщика? Алгоритм есть. Главное, советуют специалисты, не молчать. Порядок. Сначала гражданин обращается с заявлением в администрацию города. После этого, согласно постановлению правительства 649, осмотр жилого помещения и, соответственно, многоквартирного дома, в котором проживает маломобильный гражданин, комиссией. По результатам обследования будет составлен соответствующий акт. И на основании этого акта уже гражданин сможет обратиться либо в прокуратуру, либо в суд. Если, к примеру, администрация в добровольном порядке не предпримет никаких мер для установки, к примеру, пандуса. В Приморском крае доступной среде уделяется особое внимание. Есть и нормативный документ, регулирующий адаптацию объектов для маломобильных граждан, а также СНИПы и ГОСТы. Это СНИП 3501-2001 и также ГОСТы. И с 1 августа 2020 года вступил свод правил, которые непосредственно регламентируют правила соблюдения установки. Это свод правил 59.133.0.216. Инициировать установку пандуса в многоквартирном доме могут и сами граждане, которым он необходим. Для этого нужно обратиться с заявлением в администрацию своего муниципалитета или в свою управляющую компанию. На сегодняшний день в крае проходит программа. Соответственно, муниципальные органы местного самоуправления, у которых стоят на учете маломобильные граждане, они их обзванивают и уточняют, есть ли у гражданина необходимость, допустим, в установке пандуса или лифта. Но процесс можно и ускорить, установить оборудование самостоятельно с последующим возмещением затрат. Например, у гражданина есть возможность, он не хочет ждать, не хочет втягиваться во всю эту рутинную бюрократию, да, и хочет установить самостоятельно какое-то оборудование, ну, естественно, по согласованию с управляющей компанией. У него уже есть, к примеру, там, акт заключения с региональной комиссией, с администрацией Владивостока, да, что есть техническая возможность установки данного оборудования, ну, своими средствами хочет самостоятельно это все возвести. То есть такая возможность у него действительно есть, и он может получить, согласно 120 КЗ, компенсацию тех затрат, которые были им произведены. Подробнее ознакомиться с памяткой и алгоритмом проведения мероприятий по приспособлению жилых помещений, с учетом потребностей маломобильных граждан, можно на сайте администрации Владивостока 3wvlc.ru Историю успеха ТОС Сабанеева-13 можно применять как руководство к действию и для опытных территориальных общественных самоуправлений, и для новичков. Как привлекать миллион рублей для обустройства своей территории, расскажем далее. Вот посмотрите на нашу красоту, на нашу гордость, на нашу новую лестницу. Лет 40 назад здесь был лестничный марш, который разрушился до такой степени, что в садик подняться было просто невозможно, и мы ходили в обход. В прошлом году Светлана предложила жителям микрорайона наконец-то реализовать давние планы. Создать территориально-общественное самоуправление, поучаствовать в конкурсе для ТОСов и в случае победы за счет гранта отремонтировать аварийные лестничные марши. Мы обижали всех буквально за два вечера, провели конференцию на этой волне, ура, ура, сделали проект. Люди проголосовали. Люди проголосовали, все сказали да, да. Мы рассчитывали же в пределах гранта, естественно, мы знали, какова будет сумма, миллион рублей. Новичкам, как говорится, везет. И осенью малыши пошли в детский сад уже по новой лестнице. А чтобы было веселее преодолевать длинный путь, ТОСовцы украсили ступеньки яркими цифрами, буквами и геометрическими фигурами. У нас есть еще вторая лестница, по ней мы ходим в школу и также можем подниматься в детский садик. Вот дети идут в школу, повторяют алфавит, там цифры, английские буквы. Сейчас, конечно, они безопасные, очень красивые и еще и умные. Надо сказать, последние несколько лет ремонт здесь плавно перетекает в стройку. То лифты меняют, то фасад капитально ремонтируют, то кровлю, то подъезды. А не так давно вокруг дома положили новый асфальт, сделали ливневку, тротуары, установили детскую спортивную площадки. И все это сделано за счет средств разных программ и грантов. 46 миллионов. Бинго! За сколько лет? За 14 лет. Участвуйте, участвуйте. Я всем говорю, что это работает. Это работает и удовольствие, которое получаешь, когда все-таки даже с первого раза не зашел в проект, зашел со второго, с третьего, оно вообще ни с чем не передаваемое. В этом году жители снова подали заявку на конкурс грантов для ТОСа в Приморье. И опять победили. Уже осенью вдоль этого газона появится невысокий заборчик и информационные щиты, рассказывающие об истории улицы Сабаниева. И таким инициативным жителям городские и краевые власти только рады и всячески их стимулируют. Выделяют средства на поддержку территориальных общественных самоуправлений. А чтобы воспользоваться грантами, от жителей требуется сплочение в ТОС, инициатива и участие в конкурсах. СИГНАЛИЗАЦИЯ Сервитут. Закрыть нельзя, оставить. Где и когда будет поставлена запятая в споре между жителями улицы Можайской и садоводческим товариществом Окунь на Патрокли? Разбиралась наша съемочная группа. СИГНАЛИЗАЦИЯ От дома к почте, к аптеке. В прошлом году построили еще детский сад. Но недавно у нас появился забор на нашем проходе. Начали мы выяснять, как это получилось. Оказалось, что садоводческое товарищество Окунь огородило забором этот проход. Жители обратились за помощью в администрацию города. И та наложила публичный сервитут на место прохода. Однако забор так и не был снесен. В скором времени рядом с детским садом откроется школа. И потребность в короткой дороге только обострится. В следующем году наши дети пойдут в школу. Мы ожидаем, что новую школу к этому времени уже сдадут. И самый прямой и удобный будет путь нам напрямую ходить. Нам очень нужен этот проход. Дело в том, что с маленьким ребенком в детский сад пешком нет возможности идти. Получается, только в объезд и на машине. Это занимает очень много времени. Детки же будут одни ходить после школы. Их никто не заберет. Мы на работе. Им надо как-то возвращаться. Там это совсем небезопасно. Там, во-первых, и дороги нет. Потому что стройка везде. А здесь очень быстро и коротко. Бежали и домой обедать. Однако, как выяснилось, у садоводческого товарищества «Окунь» есть свои причины для закрытия прохода. И первое – небезопасность самого участка. Там располагается техническая межа со сливом канализации. Летом дорога размывается, а зимой превращается в ледяную скалу. Ход, о котором просят граждане, которым они пользовались определенное время, был закрыт как раз-таки жильцами, собственниками двух соседних участков, между которых проходит техническая межа со сливом воды. Этот участок дороги, то есть прохода в камнях, в зарослях травы по пояс находится в теплое время года. Зимой камни замерзают, это как такая скала. И плюс за границами этого участка дороги дальше нет. Еще одна причина – отвесная стена, которую уже возводят строители. Она отрежет путь и к детскому саду, и к школе. Как они нам сказали, застройщики, что будет 7-метровая отвесная стена для того, чтобы именно с территории СДК «Окунь» ничего не летело, не падало и не обваливалось, и укрепить их, чтобы участки держались. На чьей стороне правда сейчас выясняет Ленинский районный суд, куда обратилась администрация города Владивостока. Суть иска – принудить СДК «Окунь» к демонтажу забора и приведению территории в надлежащий вид. «Окунь» же подал ответный иск с целью признать наложение серветута необоснованным. В связи с обращениями жителей о необходимости прохода к социальным учреждениям администрация Владивостока обратилась в суд для демонтажа забора, установленного в границах публичного серветута. В случае получения положительного решения суда забор планируется демонтировать. Далее будет решаться вопрос прохода к детскому саду. Внести частичку своей души и порадовать своим творчеством людей при желании может каждый, как это сделали в селе Старогордеевка Анучинского района. С удовольствием расскажем в следующем сюжете нашей программы. Герои знакомых советских мультфильмов. На этих рисунках выросло целое поколение детей Старогордеевки. Месяцы труда и более 50 тысяч крышек от пластиковых бутылок со всего Дальнего Востока понадобилось автору, чтобы превратить неказистый дом в настоящее произведение искусства. А все началось в далеком 2005-м. Однажды хрупкая женщина взяла в руки эскиз и молоток. И с тех пор стук на улице не стихал по несколько часов в день. Наталья Кузьминична переехала сюда с Камчатки. Идея вот так украсить стены своего дома пришла случайно. Мы хотели с детьми, внуки приехали, играть в шахматы. А тут, значит, у нас крышечки вот эти, они пили соки, крышки остались. И мы стали подбирать. А потом раз, я когда-то в детстве рисовала, и мне нравилось рисовать. И тут мы взяли да подобрали рисуночек. Я говорю, о, как хорошо, можно и сделать рисунки на доме, и дом будет красивый. Со временем крышки выцвели, местами осыпались. И сейчас вот так сходу можно не распознать всех героев и надписи. Но если остановиться и присмотреться, в целом понятно. Деревянный дом так старательно, когда-то украшенный Натальей Кузьминичной, теперь местная достопримечательность. Хозяева у него сменились, но раздеть свое жилище у них рука не поднимается. Ведь в целой России дом такой один. На этом наш выпуск завершен. Его сюжеты вы найдете на сайте otvprim.tv Присылайте ваши сообщения на наш номер ватсап 8 900 444 44 25. А я на этом прощаюсь. Всего доброго. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова